23 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова. Коллектив и ветеранов учреждения поздравили губернатор Игорь Руденя, депутат Госдумы Владимир Васильев, председатель законодательного собрания Сергей Голубев. Традиционно для подобных мероприятий торжественное собрание началось с выноса флагов Российской Федерации, Воздушно-космических сил, а также знамени самой Академии ВКО. Выступая перед собравшимися, губернатор Игорь Руденя отметил уникальность Тверского учебного заведения. Тверская область гордится тем, что на нашей земле работает одно из ведущих высших военных учебных заведений Российской Федерации. За прошедшие годы Академия стала неотъемлемой частью истории вооруженных сил и сегодня является одним из крупнейших общеобразовательных центров. Далее Игорь Руденя вручил региональные награды представителям Академии за доблестную и безупречную службу, образцовое исполнение воинского долга, активное участие в патриотической работе. Среди тех, кто выходил на сцену, я Александр Ченцов, который всю свою жизнь отдал службе и работе в системе ПВО. По его словам, спецоперация на Украине дала много пищи для размышлений. Такой практики мы не получим ни на каких учениях, ни на каких-то еще других мероприятиях. Я имею в виду не только учения, но и на полигонах. Мы такой практики не получаем, только боевых действий. Это для нас очень ценно. Как известно, в Академии ВКО учатся курсанты и офицеры не только из России, но и из многих зарубежных стран. Из Африки, Азии, Южной Америки. Но особенно показательно то, что среди них появились и представители, например, Саудовской Аравии. Казалось бы, традиционного союзника США. Безусловно, это является признанием заслуг Академии. Это является признанием заслуг нашего военно-промышленного комплекса, который производит зенитно-ракетные системы, способные решать задачи лучше, чем решают эти задачи комплексы, представленные на Западе. Академия ВКО имени Жукова успешно готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Работа ведется на учебно-материальной базе, аналогов которой в России нет. Ее основой является единая система из более чем 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.